Спасибо всем, что пришли. Я, наверное, 7 лет, больше, наверное, 5 из которых был менеджером проектов. То есть фактически после двух лет работы разработчиком я перешел на менеджерскую работу и ее выполняю до сих пор. Управлял различными компаниями, о господи, различными командами на различных проектов. Сделал более 20 проектов, суммарно, если считать, включая мобильные платформы, веб-приложения. Затем перешел менеджером продукта, стартап Вуаром, занимаемся финансо-страховым брокером. Привет тоже всем коллегам, которые туда пришли. В общем, стартап-стартап, занимаюсь там стартапом. И параллельно, вот такой вот у нас есть маленький проектик. Нас мало, но мы в тельняшках, в нашей маленькой студии с моим коллегой бывшим. Тоже пытаемся заниматься мобильными разработками, посмотрим, что из этого получится. Все, дальше. Итак, о чем мы сегодня с вами поговорим. Активная команда. Фотографии, это, если так видно вам издалека или нет, это фотографии Майкрософта. Это первая фотография в самом основании, первый день основания. И это фотография через 30 лет. Как бы ни ругали Майкрософт, это компания, в принципе, которая создала продукт, которым пользуется большое количество людей. Ну и, соответственно, скорее всего, команда, которая была здесь и которая осталась здесь, это команда, которая пришла к результату, который был поставлен в самом начале. А главной работой менеджера, забыл сказать, доклад мой прежде всего будет нацелен на тех людей, которые занимаются в той или иной роль, частью управления. И главная задача менеджера вообще, это управление командой и командная работа. Команда, помимо всего прочего, это группа людей. Каждый человек индивидуален. У любого человека есть свои эмоции, переживания, страхи. И главным инструментом, которым должен пользоваться менеджер, приезжая на работе, это психология. На самом деле, практически весь доклад будет про психологию, про разные психологические инструменты, которые менеджер может использовать, которыми я пользуюсь в различные моменты. Где-то узнавал, где-то сам читал, вывод пытался использовать. В общем, самое главное, это психология, управление людьми. И что касается взаимодействия менеджера и команды. Из названия темы понятно, что мы будем разговаривать об эффективной команде. А эффективная команда, определение однозначного, на мой взгляд, нет эффективной команды. У Друкера есть такое хорошее высказывание, что эффективность – это умение делать правильные вещи в правильное время. Таким образом, эффективная команда – это команда, которая делает правильные вещи в правильное время. Допустим, сдает проект вовремя, внедряет какую-то технологию вовремя. Если необходимо, она готова выйти сверхурочно поработать. Все нацелено на то, чтобы достичь тех целей, которые поставлены перед командой, руководителем или самой компанией. Таким образом, эффективная команда – это команда, которая сделает то, что нужно в то время, которое нужно. И эффективная команда делает, прежде всего, менеджер. И те люди, из которых эта команда состоит. Голосом громче. Хорошо, да. Ну и последнее, про что мы поговорим, это управление конфликтами и коммуникацией в команде. Это как кровеносные сосуды команды. Конфликты – это то, что возникает всегда. Без них никуда не деться, они всегда появляются. У них разные причины возникновения, но, тем не менее, они всегда есть. И с ними нужно уметь менеджеру бороться. И последнее, о чем я хотел бы рассказать в этом докладе – это про совершенствование процессов, про совершенствование участников команды и самой команды для достижения определенных целей. Первое. Значит, с чего хотелось бы начать? Есть такой дядька, Камеронодизис. Исхак Камеронодизис, наверное, многие про него знают. Он придумал типологию менеджеров. Но я считаю, что, в принципе, эту типологию можно применять и для обычных людей. Допустим, например, в семье. И для семьи применим. Допустим, например, в семье жена в массе своей, в большом количестве семьи является интегратором. Это тем человеком, который объединяет людей. Если эту роль жена не выполняет, допустим, она увлечена карьерой или увлечена чем-то другим, то эту роль на себя должен взять либо муж, в классических российских семьях. Почему-то мужи-мужья обычно эту функцию на себя не берут, но в этом случае помогают бабушки и дедушки. Также, допустим, эта типология может быть применима и для команд разработки. Адизис, он вообще придумал простую модель и написал много книг про нее, которые переведены на большое количество языков. Но на самом деле все книги об одном языке. Он говорит о том, что есть типичные функции, которые выполняют, типичные функции и способности, которых характеризуют определенных людей. Определенный человек может быть либо производителем, либо администратором, либо интегратором, либо предпринимателем. Идеального человека, который совмещает в себе все эти функции, просто не существует. По той простой причине, что эти функции нацелены, во-первых, на разные временные рамки. Администратор и производитель нацелены на краткосрочную перспективу, интегратор и предприниматель на долгосрочную. А во-вторых, просто сами функции по себе противоречат друг другу. То есть, допустим, администратор следит за процессами. А интегратор нацелен на людей. Они просто по определению не могут друг с другом дружить. И совмещать в себе одно этот человек не может. Жизненная ситуация – это когда в одном человеке один из пунктов развит наиболее сильно. Допустим, человек может быть производителем. Или человек может быть администратором. А другие функции развиты достаточно хорошо, но не так сильно. Люди, у которых развиты два навыка одновременно хорошо, но их крайне мало. Три вообще практически не существуют. Я не знаю, какую статистику не подводил. Но, скорее всего, те люди, у которых развиты два навыка одновременно хорошо, это люди, которые занимают высокие посты или занимают выдающиеся бизнесмены, или менеджеры, или управленцы. Итак, как же адаптировать все это к команде? Давайте просто пройдемся по каждому типу и расскажу вам, какие люди в командах айтишных могут быть. Так, производители. Производители в командах обычно – это разработчики. Разработчики, патальщики, дизайнеры. В общем, это те люди, которые приносят ценность. Ценность – это для бизнеса прибыль, деньги. Если это не коммерческие организации, это какие-то благотворительные цели. В общем, это те люди, которые приносят основной результат. То, собственно говоря, ради чего либо команда, либо организация создается. У каждого типа есть крайние случаи. Так вот, для типа производитель крайний случай – это герой-одиночка. Наверное, многие встречали таких программистов, которые любят работать самостоятельно. Практически не произведут командную работу. Запрется где-нибудь у себя один и работает. Администраторы – это те люди, которые следят за тем, что наделали производители. Это люди, которые внедряют какие-то формальные процедуры, следят, чтобы весь был в системе контроля версии, чтобы все проводили митинги своевременно, чтобы все общались только в тех чатах, которые для этого созданы. Не писали письма кому не надо, не общались напрямую с заказчиками. В общем, это те люди, которые отслеживают процессы. Они также производители работают в краткосрочной перспективе. В принципе, они все важны. И в командах такие люди полезны для наведения порядка. Крайний случай администратора – это бюрократ. В IT мало таких людей. В массе своей – это госструктура. Хотя, наверное, в IT-шных госструктурах можем такое встретить. Но я и не сталкивался, не знаю. Интеграторы. Интеграторы – это те люди, которые работают с людьми. В массе своей функции интеграторов выполняют менеджеры. Либо, если компания большая, это HR или PR-менеджеры. Если касаться крайнего случая интегратора, то это ярыс сторонник. Формальный – это тот человек, который никогда не принимает своих решений. Он спрашивает у всех все всегда. Любит устраивать собрания длительные в переговорках, обсуждать. Вот ему что-нибудь в голову придет, а вот у нас появилась такая идея, давайте мы ее обсудим. Давайте там бальную систему внедрим. Коллеги поймут. В общем, этот человек, который не принимает на себя никаких решений, он генерирует их и ждет, что эти решения будут кем-нибудь внедрены. Тем не менее, интегратор сам по себе, он на самом деле полезен. Он объединяет вокруг себя людей. И благодаря нему люди из команды не уходят. Скорее всего, я считаю, что на первой работе, в которой я работал почти 8 лет, там достаточно были развитые функции интеграторов и директора, и они меня всякими разными путями удерживали. Предприниматели. Предприниматели – это те люди, которые видят как бы сквозь туман. Громче. Предприниматели – это те люди, которые видят как бы сквозь туман и готовы рискнуть пойти туда, куда другие не могут пойти. Массе своей – это в командах разработки, это могут быть либо технические директора, которые рискуют внедрить новую технологию, либо в стартапах, допустим, в котором я работаю сейчас, у нас директор – это явный предприниматель, генерит идеями вообще от начала и до конца. Крайний случай предпринимателя – это поджигатель. Это человек, который генерит идеями постоянно, он их разбрасывает там везде, но ему минус в том, что идея в массе своей, он сам не придумывает, как реализовывать. То есть он идею дает, все остальные должны думать, как ее реализовывать. Дальше. Посмотрели мы с вами эти типы все. И поскольку эти типы взаимоисключаемы, то люди с определенными типами, ну, как я говорил уже, у определенного человека в команде разработки какой-то определенный тип превалирует. Так вот, люди с определенными типами превалирующими просто несовместимы друг с другом в командах. Поэтому менеджеру, который набирает людей, необходимо отслеживать это. Допустим, человек с развитой пи-функцией, да, производителя абсолютно не понимает, зачем интегратор внедряет различные, точнее, проводит различные там тимбилдинги, да, там надо проект сдавать вовремя. Вот, а они нас на кого-то там ведут, или там в театр ведут. Вот, производитель также очень плохо дружит и с предпринимателем. По своей практике, вот, допустим, когда очередной раз кто-то из заказчиков говорит о том, что вот у нас опять изменились требования, я, как, поскольку я менеджер проектов был одно время, то у меня больше была пи-функция развита. Вот, очень напрягали вот такие постоянные изменения требований, то есть человек приходит просто, да, и говорит, у меня появилось новое требование. А ты, как производитель, уже все прочитал, как к этому прийти, как этого достичь. Соответственно, они антагонисты, по сути, своей. А предприниматель недолюбливает администратора. Почему? Потому что предпринимателю хочется быстрее сделать что-то, внедрить что-то, развить что-то, а администратор нацелен на процессы. То есть такие резкие изменения, которые предлагает предприниматель, ему неинтересны. Ну и, наконец, администратор и интегратор. Да, хорошо. Хорошо, хорошо. Ну и администратор и интегратор, они не находят общий язык друг с другом, потому что один нацелен все-таки на процессы больше. Это администратор, а интегратор нацелен на людей. Маленький кусочек теории был. Как мы все это можем использовать для построения команды? Несмотря на то, что эти функции взаимоисключающие, менеджеру необходимо стремиться строить взаимодополняющие команды, чтобы каждый человек в команде обладал определенным навыком, способностью, либо Пи, либо И, либо А, и дополнял других людей, которые есть. Типичный пример из моей практики. Вот у нас команда, допустим, проектировщиков, у нас три проектировщика. Два проектировщика – это люди, которые нацелены на производство результатов. Но, если кто сталкивается с проектированием веб-сайтов, понимает меня, они нацелены на функциональное проектирование, то есть для них важна функциональность, которая есть. Но совершенно не бывает про интерфейсы. А поскольку интерфейс для веб-сайтов – это такая вещь достаточно важная, то появилась необходимость найти человека, который бы подтянул, то есть взаимодополнил этих двух проектировщиков знанием интерфейса, так называемой обладающей E-функцией. Человек был найден, в принципе, проектирование проекта стало проходить гораздо более лучше. Каждой вакансии соответствует определенный тип. Допустим, вы не можете нанять технического писателя, обладающего E-функцией. Он должен обладать все-таки A-функцией больше. Почему, я думаю, понятно. Потому что, если он будет думать о том, как ему пойти вдали, обладать низким уровнем организованности, то документация напишет, что он не очень хороший. А документация, она важна. Допустим, вы не можете взять программистом или разработчиком, или дизайнером человека, который больше думает, о людях. Он все-таки больше должен думать о коде. То есть он должен думать P, а не I. Ну и необходимо также учитывать этап жизненного цикла проекта. На цикла проекта или команды необходимы разные люди. Если мы вот так рассмотрим жизненный цикл, который здесь идет, это начало, расцвет, стабилизация, ну и потом все это умирает, короче говоря, и больше никому не нужно. На начальном этапе, когда еще ничего нет, есть только идея, нужен все-таки предприниматель, люди. То есть вам нужно подбирать команду как менеджера. Если у вас начинается проект, в вашей команде должны быть люди, которые обладают ее функцией, развиты для того, чтобы все это придумать. Дальше, после того, как идея уже появилась, необходимы люди, которые должны все это как бы заколбасить. Сделать это все. После того, как у нас появляются первые клиенты, нам необходимо заботиться уже о процессах, чтобы весь код был в системе контроля версий, чтобы мы там своевременно выкатывали релизы. Здесь на сцену выходят уже администраторы. Ну и постепенно вот так вот это все у нас растет, и о людях начинают примерно думать, когда уже все стабилизируется, когда мы так захватили рынок, уже спокойно этим занимаемся. Тогда начинают все думать о людях, как нам удержать команду, как нам ее поддержать, пишут планы развития, отправят людей на конференции, организуют тимбилдинги. После того, как проект сдан, он переходит в поддержку, и тут важны уже администраторы. Те люди, которые занимаются администрированием, следят за тем, чтобы это ничего не сломалось. Вторым инструментом, мы сейчас проговорили про способности людей, вторым инструментом, который движет людей, это их потребности. Потребность, на простом языке, потребность это удовлетворенное желание чего-либо, то есть то, к чему человек стремится. Самой популярной моделью потребности человека является пирамида Абрахама Маслоу. У нее там много разных мнений о ее однозначности, важная она или нет, но ее плюс в том, что она простая. И поэтому ее преподают и в институтах, и на многих курсах они рассказывают. О чем она? Пирамида Маслоу говорит о том, что потребности человека делятся на физиологические, потребность безопасности, социальные потребности, потребность в уважении и потребность в самореализации. Следующий уровень недостижим без удовлетворения предыдущего уровня. Если у вас, если человеку нечего кушать, вот физиологическая потребность, сразу переведем пример с работы. Если, допустим, у него зарплата недостаточна, для того, чтобы удовлетворить его физиологическую потребность в еде, в жилье, питании, то, соответственно, он будет думать только об этом. И о работе навряд ли он будет думать. Для работы эффективно вот эти последние две потребности самореализации и потребность в уважении. Когда у человека удовлетворена его потребность безопасности, допустим, у вас там офис аккуратненький, вы все тепло просто банально, человек может концентрироваться на работе. Перепрыгнуть через уровень нельзя. Ну, поскольку это модель такая простая, то перепрыгнуть через уровень нельзя. Удовлетворять потребности человека можно только постепенно. Шаг за шагом. Вот. Как это все можно использовать в нашей работе? Можно делать это материально, нематериально, либо организационно. Материально. Это прежде всего обеспечивать людям конкурентоспособный уровень зарплат. Вот. Нематериально. Материально это могут быть различные мероприятия, которые проводятся. Ким-билдинги, корпоративное обучение. В общем, все что угодно, что может поднять человека и перетащить его с уровня на уровень. Ну, и в конце концов, организационно. Организационно прежде всего следует доводить до всех людей, я считаю, да? Доводить до всех людей текущую ситуацию в компании. Чтобы люди понимали, способны ли они, находятся ли они в безопасности, способны ли они будут потом, если компания вдруг развалится, удовлетвориться, физиологическая потребность. То есть будет ли у них зарплата вообще ну, и потребность самого уважения и потребность саморазвития появляется у людей уже тогда, когда все остальные потребности удовлетворены. Это относится к психологическим потребностям. Вот. Допустим, я сейчас перед вами занимаюсь вот этими вот двумя вещами. Дальше. Менеджер управляет личностями. Личность – это совокупность многих факторов. Допустим, опыт. Опыт – это приобретенные знания и навыки, которые были у человека в прошлом. То есть опыт всегда направлен на прошлое. У человека был негативный опыт работы, допустим, с каким-нибудь инструментом или, допустим, с каким-нибудь фреймверком. Достаточно тяжело его будет переубедить менеджеру использовать тот или иной фреймверк. Менеджер для управления опытом ему, прежде всего, необходимо понимать, чем этот человек, какой опыт был у человека. То есть здесь поможет только личное общение и выяснение. Ну и на собеседовании можно спросить у человека, есть такое понятие, как проективные вопросы. Когда человеку задаются открытые вопросы, которые вынуждают его рассказать о своем прошлом опыте. Допустим, какой проект вам понравился больше всего, что вам понравилось или не понравилось на вашем последнем месте работы. Не сразу люди отвечают на эти проективные вопросы, то есть у них проекция может не включиться, но тем не менее надо стараться. Менеджер в течение времени может просто выработать какие-то ключевые вопросы, которые у него есть, и уже их задавать. Менеджер для того, чтобы понять, был у него негативный или позитивный опыт. Проблема опыта в том, что у человека этот опыт может, ну, последствия этого опыта могут возникнуть в любой момент. Допустим, если, например, из практики, допустим, человек, которого я хотел взять, он не очень любил, когда ему насаждают сверху задачи. То есть не очень любил, когда он делает что-то, задача на него сверху упала. Ему нужно быстро на нее переключиться. Он такой достаточно энергичный человек. Я у него на собеседовании спросил, а у нас такое часто бывало на работе, я у него на собеседовании спросил, как вы к этому относитесь. Он сказал, что не очень негативно. Ну, как бы, что в принципе нормально, спокойно к этому отношусь. Когда стал работать, постепенно стало выясняться, что на его предыдущем месте работы были такие ситуации, он к нему относился плохо, и, соответственно, как бы пришлось с ним достаться. Мемы. У каждого человека есть свои мемы. Мемы – это подсознательные реакции на определенный опыт. То есть человек даже не понимает, почему он реагирует так или иначе в определенных ситуациях. Мемы прививаются либо родителями, либо он где-то их услышал и зашлифовал их до такой степени, то есть он повторил какой-то опыт много раз, до такой степени, что мем как бы вблился в подсознание. Но мем может быть, например, что для каждого проекта нужен план. Мы не можем начать проект без плана. Или нам необходимо обязательно пообщаться с заказчиком, прежде чем что-то начать. Проблема мемов еще хуже, чем опыта при нами человека. То есть мем вообще практически непонятен. Им непонятно, как его найти, как его вычернить у человека. Поэтому с мемами менеджеру надо бороться очень простым способом. Точнее, бороться с ними не надо, но с ними просто примириться. И показывать человеку какой-то позитивный опыт, который может возникнуть, если он будет действовать по-другому, чем в него заложено мемом. Привычки. Привычки – это стойки, сформированные у человека действия на определенные внешние воздействия. Привычками тоже менеджеру проще на самом деле смириться, чем их исправлять. Привычки негативные, позитивные, которые бывают у людей. Допустим, не натянуть день без чашечки кофе. Или у нас на работе была девушка, которая любила, когда она придет на работу, чтобы ей дали 30 минут, чтобы она спокойно посидела. Ну, есть у нее такая привычка. В принципе, если эта привычка не вредит рабочему процессу, то с ней можно смириться спокойно и с этим жить. Знание. Знание – это то, что проще всего проверить на собеседовании. Углубляться сильно не буду. Если менеджеров у нас много, они проводили достаточно много собеседований, они понимают, о чем мы сейчас говорим. О том, как эти знания вычленить на собеседовании. Темперамент и характер. Темперамент и характер – это психологические свойства личности, изменить их практически нельзя. Точнее, не то, что практически нельзя, их изменить вообще просто нельзя. С этим нужно мириться и учитывать это при общении с каждым своим подчиненным. Допустим, нельзя там к сангвиникам или к холерикам посадить флегматика, общаться им друг с другом, потому что они просто не найдут вообще язык. Маски и игры еще составляют часть личности людей. Маски – это то, что человек одевает, выходя из дома и переключаясь между разными ролями. То есть, допустим, дома он может быть заботливым родителем, а на работе – диктаторским начальником. Разные психологи советуют разные, но в массе своей советуют просто под эти маски не заглядывать. То есть, вот есть у человека маска определенная. Маска достаточно стабильна на протяжении всей работы человека. И лучше просто ее учитывать. Ну а игры появляются у людей опять-таки на основании их массы каких-то определенных внешних воздействий. Игры в массе своей люди начинают использовать тогда, когда они не получают чего-то хорошего, точнее, а когда они не получают того, на что они надеются, надеются заработать определенные баллы, применяя ту или иную игру. Ну, типичным представителем игры является так называемая игра Дарстаньяна. Когда разработчик считает себя единственным правым в команде, все, что ему говорят, он либо отвергает, либо если то, что он предложил, не приняли, он потом будет ходить и об этом рассказывать в курилках, но я же говорил, что вот так вот будет. Как мы все это можем использовать как менеджера? Наблюдать и классифицировать за людьми прежде всего нужно, фиксировать их личности, определяя, как с каждым человеком общаться. Я в своей практике не применял никогда на какую-то научную классификацию. Я считаю, что вполне в принципе достаточно тренировать просто интуицию свою собственную. Интуитивно, в течение времени можно понять, чего от каждого человека можно ожидать. Как он себя поведет в той или иной ситуации. Как он будет действовать, исходя из своего опыта или характера. И необходимо индивидуально настраиваться на каждого человека. Есть такой распространенный миф о том, что все мы индивидуально подходим к каждым людям, менеджерам. На самом деле, редко такое бывает. Сколько я обращал внимание на руководителей, я не знаю, какой я на самом деле, учененный может расскажет. Но сколько я не обращал внимания на руководителей, в массе своей руководители достаточно просто обобщают людей и практически ко всем подходят одинаково. Так вот, я считаю, это неправильный подход. Каждому человеку нужно подходить индивидуально. Допустим, простой пример. Пришел на работу новичок. С новичком мы не можем общаться так, как мы общаемся с опытным программистом, который проработали уже 3-4 года. Я там знаю, что у этого программиста, что у него в семье происходит, чем он занимается, куда он в отпуск ездил. Приходит новичок, и тут мы с ним начинаем общаться такой же открытой душой, как мы общаемся с уже более опытным программистом, с которым давно работаем. И на каждого человека нужно настраиваться индивидуально, подбирать к нему свои ключи. Для эффективного управления командой я постепенно стал понимать с течением времени, вот опыт работы, который я был менеджером, что для эффективного управления командой в команде должен обязательно быть тимлид, и в команде должен обязательно быть менеджер. Почему так? Дело в том, что это совершенно разные активности людей. Тимлид управляет коммуникациями внутри, а менеджер управляет коммуникациями снаружи. То есть для тимлида прежде всего важны люди, которые работают в его команде. Он занимается технологиями, он занимается оценками и проектами, он занимается оценками и сроками задач, которые распределяют задачи. Менеджер в менеджер проектов, особенно если он долго уже работает, он теряет свою квалификацию как программист. Часто просто менеджер выходит из программистов, и он просто не способен уже с течением времени определять адекватность оценки, допустим, той, которую дали программисты. А к сожалению, все это ведет к понижению эффективности работы команды. Соответственно, если у нас есть тимлид, есть менеджер, менеджер, менеджеру остается работать с клиентами, он определяет видение команды извне, так называемый vision, то есть, как команду видят извне заказчики, как команду видят извне руководители. Допустим, если все время говорить про своему начальнику, что, допустим, Вася, он плохой, он очередной раз совершил ошибку в коде и за него мы релиз провалили. А начальник не общается с Васей по большому счету напрямую, он узнает все про Васю через вас. И когда придет очередь повышения, то когда вы принесете ему рекомендацию на повышение зарплаты Васе, начальник скажет, Вася-то у нас проект провалил. Соответственно, менеджеру необходимо представлять свою команду, если она на самом деле добивать тех целей, которые им нужны, только с позитивной стороны. То есть выносить ссоры засбы крайне вредно, я считаю, наружу. Понятно, что нужно говорить начальнику о том, какие проблемы происходят у Вас с командой, но желательно все задачи менеджера решать внутри самостоятельно. Следующее, за что отвечает менеджер, это стратегия планирования. Это как в Одизисе, о чем мы говорили в самом начале. Это так называемая E-функция. Он определяет, в какую сторону вообще пойдет. Есть таких два спикера, Орлов и Планкратов. Многие, наверное, их знают. Примерно эту тему. Это группа людей, которая рубит лес, идет через жунгли, рубит лес. Так вот, впереди идут рубильщики леса. Они там с мачетой, с топорами, неважно с чем они идут, впереди и рубят. Сзади идут менеджеры первого уровня, так называемые, менеджеры проектов или тимлиды. Лучше пусть тимлиды сзади идут. Сзади идут тимлиды, которые смотрят, как он рубит. Тебе ручку повыше поднять, иди на курсы, сходи по повышению навыков короче рубилки. А менеджер это тот человек, который периодически залезает на пальму, смотрит вдали и говорит так, ребят, нам чуть-чуть сюда надо пойти сдвинуться. Вот это стратегия. Продюсер проекта. Менеджер может быть продюсером проекта, в том случае, если он определяет деньги, которые выделяются на этот проект. Это функция для очень опытных менеджеров, поэтому я пока с ней еще не столкнулся. Видимо, подробно не могу. Также менеджер забирает на себя административную волокиту. Административную волокиту, такую, как договора, бумажки, отчеты, различные заявления, оформление, графика отпусков. Тимлид, как программист, он не очень любит заниматься такой ерундой, как на его взгляд. Он любит код. Соответственно, эту задачу проще забрать на себя менеджера. Ну и задача менеджера еще состоит в том, чтобы иногда мотивировать все-таки в достижении определенных задач. Конфликты. Поскольку человек работает, менеджер работает прежде всего с людьми, вот, там по той же типологии Одизиса мы говорили о том, что функции несовместимы, достаточно часто в команде возникают конфликты. В конфликтах можно выделить, ну, во-первых, конфликт это на самом деле не зло, но я считаю. конфликт позволяет прояснить то, что в командах скрыто и иногда выводит наружу то, о чем вам люди просто не могут сказать. На самом деле эффективную команду, ну, хорошую команду, в которой людям приятно работать, она строится в массе своей надоверий. Вот. Если у людей не возникает доверительных отношений с менеджером, они ему обычно не говорят о том, что происходит у них в команде, о каких-то недостатках работы, которые есть, о каких-то недочетах. И все это выливается в конце концов в конфликт, который возникает либо между менеджером и сотрудником, либо между сотрудниками самими. У конфликта следует различать причину и повод. на примере просто приведу, чтобы было понятно. Допустим, например, заказчик сообщает менеджеру о том, что что-то не сделали из того, что обещали или там в релизе, который выкатили последним куча багов. Так вот, повод конфликта это куча багов. А причины могут быть различны от того, что нет системы контроля версий или там не делаем юнит-тесты, не делаем регуляционное тестирование. То есть причина и повод конфликта это разные вещи и менеджеру необходимо стремиться устранять не уже не поводы, которые являются как бы индикаторами того, что произошел конфликт, а именно причины. Способы устранения причин и выяснения этих причин я применял несколько. Это 5С это из Toyota Production System и Kizen так называемая Кондзене мы поговорим дальше. Самые распространенные виды конфликтов это ролевой конфликт и конфликт рожданий. Ролевой конфликт чаще всего в командах или организациях люди конфликтуют не на уровне человеческих отношений, а на уровне ролей. Допустим самый простой пример это маркетологи и разработчики. маркетологи придумывают какие-то вещи которые необходимо внедрить а разработчики как бы недоумевают зачем эти вещи нужно вообще внедрять и какую-то пользу принесет. Или заказчики и менеджеры. Заказчик опять принес очередные изменения менеджеры не нравятся потому что нужно необходимо перестраивать опять план загрозить ему дополнительной работой. Ролевые конфликты от того что мы уберем людей или поменяем их людей они не исчезнут. Они продолжат существовать и развиваться. Конфликт ожиданий конфликт ожиданий это наверное второй по популярности конфликт который я видел вообще это когда у человека реальность теми ожиданиями которые допустим человек пришел на новое место работы ему обещали новые обязанности а прошлые три месяца новых обязанностей так и не дали или допустим пообщались договорились о каком-то изменении должностных обязанностей а этого не получилось в течение времени из-за этого возникает конфликт ожиданий который очень негативно сказывается на общекомандной атмосфере если человек находится в конфликте то другие это видят и тоже заражают массе своей этой конфликтной ситуации то есть главная задача менеджера по управлению конфликтами это конфликты решать а не заминать потому что надежда это на самом деле очень плохой управленческий ход надеяться что все рассосется это плохо оно не рассосется оно станет только хуже поэтому менеджеру прежде всего нужно эти конфликты решать несколько инструментов как их решать которые я видел и использовал если человек пузырит ну вот когда конфликт назревает человек пузырит 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 из себя изливает все что у него накопилось менеджеру иногда проще уступить согласиться и просто выслушать его вот потому что если сразу начать на него ответные действия какие-то на него применять человек еще больше идет человека начнет быть защитной реакцией он еще больше уйдет себя без него что-то уже извлечете вот значит как только конфликт назревает уступаем соглашаемся что да конфликт есть какая-то проблема есть который породил этот конфликт начинаем человека слушать да человек слух когда человек видит что его слушают он начинает просто сам по себе успокаиваться что происходит и в этот момент необходимо достичь так называемой точки согласия проблеме . согласия проблеме это то когда обе стороны конфликта договорились о чем-либо и понимают и осознают адекватность этих требований и понимаешь туда конфликт есть да он состоит в этом да мы может быть будем его так решать то есть фактически . согласия проблеме это консенсус который два человека которые конфликтуют друг другом достигли после того как мы достигли точки согласия проблеме мы поняли что проблема есть поняли что ее нужно решать переводим решение проблемы в конструктивное русло что под собой подразумевает конструктивное русло по моему мнению а это прежде всего своевременность конфликт необходимо решать тогда когда он возник а уже не по факту допустим если менеджер если к менеджеру с утра прибегает разработчик и говорит вот у нас там из другой команды говорит вот у нас вчера твои опять что-то вылили не то нам это сломала билд ну ты прийти ты пришел бы вчера мы бы это решили свое время а адресность адресность это с точки согласия проблеме когда мы достигли точки согласия проблеме мы установили что конкретно то есть мы установили причину не повод конфликта вот факты при конфликт при решении конфликтной ситуации менеджеру прежде всего необходимо оперировать фактами вот когда мы знаем факты которые приводят конфликт нам проще их устранять и следующее что необходимо менеджеру делать при конструктивном решении проблем это решать проблему они человека ну так называемый простой переход на личности вот никогда не нужно переходить на личности потому что если начинать пытаться менять человека человек уйдет еще больше обороны как я уже говорил ничего мы с ним не решим следующее что может помочь при решении конфликтной ситуации в команде это перенаправление негатива это по большому счету то же самое что ступить согласиться и слушать но это применимо больше всего когда конфликтуют ваши подчиненные то есть вы видите конфликт который происходит не нужно вмешиваться в конфликт я считаю нужно просто перенаправить их допустим дать им какую-то другую задачу если они спорят за какое-то из-за какого-то определенного ресурса вот туда тем два разных ресурса ну и в конце при решении конфликтов нужно договориться о том что мы все таки больше так не будем ну то есть если мы выяснили все конфликтные ситуации мы поняли что к этому приводит мы договариваемся о том что больше таких ситуаций мы совершать не будем и это желательно зафиксировать если мы приняли какие-то решения это желание зафиксировать их нормативных документов которые у нас есть он по нормативным документам не обязательно понимаю какие-то регламенты вот это может быть просто какие-то устные договоренности коммуникации коммуникации в команде это та вещь которая двигает проектом последнее время стало достаточно много распределенных команд и проекты или продукты делаются все чаще распределенными командами допустим вот у нас на работе моем опыте у нас там команда распределена по четырем городам вот тем плохо распределение плохи таки распределенная команды люди ну наиболее эффективной коммуникации возникает между людьми при личном общении если люди территориально удалены друг другу то как они могут общаться друг с другом через чаты там голосовые текстовые или видео вот либо по почте вот чем уже канал ну то есть вот допустим почта это самый канал коммуникации то есть по почте мы не можем определить что человека волнует сейчас не можем настроить с ним эффективную коммуникацию для того чтобы перейти эффективным коммуникациям нужно выводить человека с которым вы общаетесь если нет возможности личного общения выводить на канал который с наиболее широким и это не личное общение все-таки видео допустим скайпе это несложно организовать пообщаться лучше лично с человеком когда вы видите мимику человека его не вербалику так сказать то вам проще понять как он реагирует на определенные ситуации а коммуникации в команде могут быть горизонтальными или вертикальными горизонтальные это понятно это между сотрудниками вертикальные это с начальником управлять коммуникациями горизонтальными менеджеру не то что тяжело желательно конечно это делать но люди все-таки общаясь друг с другом помимо менеджера и важно просто менеджер следить за тем как происходит коммуникации если люди в команде его не общается говорить super 신ь на работу цели оди наушники там покодировали восемь часов вы ушли я плохо менеджер необходимо все-таки следить за тем чтобы люди общались друг другом узнавали друг друга дружили друг с другом. Я не говорю о дружбе, которая вообще-то на века. Если человек чувствует, приходя на работу себя, что его окружают друзья, работать ему становится легче и комфортнее. Соответственно, горизонтальные коммуникации менеджер должен поощрять. Он может быть различными способами. Это проводить какие-то коллективные активности. Ходить со всеми вместе в боулинг, играть в бильярд, попить пивка тоже неплохо сходить. Дальше. Препятствия и сложности, которые могут возникнуть на пути коммуникаций. Это, как я уже говорил, это проблемы канала коммуникаций. Также люди могут просто не понимать друг друга в силу своих каких-то особенностей. Мы проговаривали уже о том, что разные типы есть личности, о том, что есть разные просто личности, есть разные индивидуальные особенности у людей. Все это является препятствиями и сложностями. Менеджеру для того, чтобы управлять командой, необходимо все это препятствия и сложности преодолевать. Ну и, наконец, особенностью коммуникации является то, что люди играют в игры. Мы вот уже проговорили, что люди надевают маски и играют в игры. В коммуникациях достаточно часто можно столкнуться с тем, что человек в силу каких-то определенных своих желаний или устремлений, которых он никому не говорил, начинает показывать или вести себя не так, как в общем играть в игры, вести себя не так, как ему хотелось бы. Для настройки эффективной коммуникации в команде необходимо менеджеру показывать ситуацию в команде в целом. Открытость на самом деле это неплохо. Если рассказывать команде о том, что происходит в фирме, о том, что, допустим, наш последний проект был не очень удачным, то люди это ценят, люди с большим уважением относятся и к самой компании, к самому менеджеру и рассматривают эту компанию все-таки как свою. И также еще один важный момент это отслеживать внутреннее увольнение сотрудников. Внутреннее увольнение это такая особая ситуация, особый случай, это когда человеку не нравится на его текущем месте работы, он начинает искать себе другую работу. Определить это можно очень просто. У человека погасли глаза, он критикует все решения, которые принимаются и не хочет и не для проекта. Человек в состоянии внутреннего увольнения плохо для команды прежде всего тем, что его этим состоянием возражаются все остальные люди. Допустим, начинает разговаривать о том, какой плохой его начальник играет в игру. Начинает говорить о том, что когда-то у нас было плохо. такие люди просто не подходят для эффективной работы. С такими людьми необходимо сначала проговаривать его состояние внутреннего увольнения. Если он все-таки на цель уходить, то лучше все-таки не то, что его помочь с увольнением, а может быть помочь ему даже с увольнением. Либо устранить те причины, которые приводят его к этому состоянию, либо все-таки помочь. Дальше. внутренней мотивации цели. Людьми движет мотивация. Мотивация бывает внутренняя, мотивация бывает внешняя. Внешняя мотивация это морковка и стимул. Внешняя мотивация плоха тем, что она краткосрочна. внешняя мотивация может быть допустим просто угроза увольнения человеку. Это самый крайний случай. Либо может быть что сейчас в общем внешняя мотивация это то, что влияет на человека извне. В отличие от нее внутренняя мотивация это удовлетворение человека как бы своими собственными достижениями, своими собственными результатами работы. Внутренняя мотивация она более продуктивна и эффективна на длительном этапе. Внешняя она эффективна на краткосрочном этапе. Также для замеченного уже не один раз даже проводили специальный эксперимент со свечкой так называемой. Когда доставили свечу в коробку и предлагали людям собрать ее. Если человека в экспериментах, в которых требовалась мыслительная деятельность, мотивировали внешне, то справлялся на самом деле со своей задачей хуже, чем человека мотивировали внутренне. А поскольку у нас IT-сфера это сфера творческих людей, то все-таки внутренняя мотивация для таких людей более полезна. Применять ее более полезно для людей программистов. Как мы можем воздействовать на внутреннюю и внешнюю мотивацию? Для программистов или для сотрудников можно применять так называемую матрицу интересной компетентности. Матрица интересной компетентности это простая матрица, когда по одной шкале отложен высокая и низкая компетентность, а по другой шкале высокий и низкий интерес. Если у человека высокий интерес к работе, но низкая компетентность, допустим, новички, которые только пришли на работу, то у него внутренняя мотивация высокая. Он стремится все-то делать, он остается на работе допоздна, он разбирается в системе. Это обычное состояние, когда человек только пришел, в определенной должности, либо это человек, который только начал работать, вчерашний студент. Если у человека, опять-таки, высокий интерес, после того, как человек определенное количество времени поработал на этих начальных этапах, он переходит в сферу, когда у него интерес высокий и компетентность высокая. Это самое продуктивное состояние людей. Они работают в нем сам, они работают в нем наиболее эффективным образом. Внутренняя мотивация у них по-прежнему высока. Но, как только человек переходит в сферу, когда у него интерес пониженный, а компетентность даже до сих пор высокая, это обычно происходит, может быть, года через три на работе, то в этом случае внутреннюю мотивацию человека можно повысить, допустим, какой-то внешней мотивации, допустим, поднять ему зарплату, ну, месяца на три она у него опять вернется. Это внутренняя мотивация. Либо с человеком необходимо поговорить, что его реально не устраивает на его текущем месте работы, на его текущей должности. Может быть, найти ему какую-то работу, которая ему будет интересна вне рамках данного проекта. Дать разрабатывать какой-то новый продукт, или дать осваивать новую технологию, или перевести его на другую должность. Но если этот момент упустить, то человек переходит на уровень, когда у него и низкие интересы, и низкая компетентность. Точнее, низкий интерес, и низкая компетентность. Это так называемое состояние эмоционального выгорания. Таким людьми, скорее всего, придется расстаться. А, да, я забыл уже, простите. Следующее, что помогает стимулировать человека и развивать его внутреннюю мотивацию, это ловить людей на хорошем. Ну, это так называемый эффект Павлова. Если человека хвалить, то он стремится совершать те действия, за которые его похвалили. Это, на самом деле, проблема многих менеджеров, с которыми я сталкивался. Очень редкие люди так делали. Но это, на самом деле, очень хорошо стимулирует к работе. Обычная ситуация в офисе, которая происходит. Ты работаешь, делаешь свою работу хорошо, тебя пока все хорошо, а тебе никто не вспоминает. Ты делаешь свою работу хорошо, значит, так и должно быть. Но, как только у тебя что-то случается, ты там не успел по срокам. Или где-то все. Ты о себе узнаешь много интересного, то, о чем эти менеджеры думают. Вот. Это плохо. Делать так нельзя. Нужно людей своих подчиненных хвалить. Чем больше хвалишь, тем больше они стремятся делать то, что делать и повторять те действия, за которые их похвалили. Также для повышения внутренней мотивации можно применять так называемое ситуационное управление. Ситуационное управление применяется в тех случаях, когда человек хочет что-то сделать и может что-то сделать. И когда человек не хочет и не может. Это ситуационное управление, если просто свести, оно фактически сходится к матрице интереса и компетентности. Но, если человек что-то не делает, то необходимо сначала узнать, он вообще это умеет делать или не умеет. Если он это не умеет делать, значит, нужно его научить. Если он не хочет это делать, нужно с ним разбираться, почему он это не хочет делать. Если он не знает, значит, нужно его опять-таки научить. Для этого людям можно давать развивающие задачи, которые выходят слегка за зону их комфорта, который у них есть, профессионального. Допустим, мы на работе с командой. Производство веб-сайтов, оно в принципе такое достаточно типовое. Мы разрабатывали сайты для радиостанций. Они все достаточно типовые. Там применяются одинаковые модули. Но для того, чтобы как-то развивать, для того, чтобы было просто интересно команде работать над проектом, мы постоянно придумывали доработки для каждого модуля, который бросали вызов разработчикам. То есть, допустим, давайте мы увеличим скорость работы этого модуля до каких-то космических скоростей. То есть, развивающая задача помогает симулировать внутреннюю мотивацию людей. И комбинировать мотивацию. Ну, все-таки, к сожалению, все мы люди с вами здравые. Понимаем, что только на позитиве проект все-таки не построить и организацию. Поэтому применять все-таки приходится периодически как внутреннюю, так и внешнюю мотивацию. Также стоит учитывать, что если человек работает из-за денег, ну, бывают такие ситуации, когда человеку реально нужны деньги, то деньги для него являются внутренней мотивацией. Соответственно, в принципе, с таким человеком можно работать именно по этой внутренней его мотивации. Демократия, она в командах разработки проектов хороша в том случае, когда все хорошо. Как только возникают какие-то конфликты или не выполняются сроки, лучше все-таки взять управление в свои руки, менеджеры, и достаточно диктаторски давить, для того, чтобы достичь целей, которые поставлены. Также, для того, чтобы команда была эффективной, необходимо постоянно совершенствоваться. Постоянное совершенствование помогает команде не закиснуть. Люди узнают что-то новое, люди развиваются. Мы в своей практике, которая у нас совсем недавно, мы эту практику ввели, мы стараемся использовать так называемые философии Кайдзен. Кайдзен пришла из Toyota Production System. Это философия непрерывного совершенства любых процессов, но небольшими, маленькими итерациями. Ну, что-то типа скрамовских, короче говоря, итераций. Инструментов в Кайдзен достаточно много. Они все направлены на разные сферы. Мы применяем у себя такой простой цикл для внедрения и устранения помех. Мы применяем достаточно простой цикл, цикл PDCA. Это план, дуча, дак. Как мы это делаем на практике? Мы выясняем на каждый... У нас процесс построен итерационно. Мы не скрам, у нас такое подобие канбана. Мы выясняем на каждой и после каждой итерации, которая имеет нефиксированную длину, мы выясняем, какие помехи у нас возникали для реализации задач. Мы эти помехи фиксируем. Помехи могут быть разные. Допустим, там... Там разработчикам неудобно работать с какой-то библиотекой. Да, там клиентские программисты неудовлетворены там бутстраповской какой-то библиотекой. Значит, надо поискать другую библиотеку, которая может в этом помочь. Но помочь, внедрять ее сразу, поскольку внедрять библиотеку новую, допустим, сразу нецелесообразно, мы на следующую итерацию планируем, что кто-то из программистов займется ресерчем этой библиотеке, и в конце итерации, параллельно с основной деятельностью, скажет, чем она хороша, чем она плоха. Вот. Мы выяснили, то есть мы запланировали. Наступает итерация, мы делаем. У нас есть такое подобие канбан-доски, где мы заводим эти задачи по совершенствованию процессов. Каждая задача, так же как в классическом канбане, имеет своего ответственного, имеет срок выполнения. Дальше мы их делаем в течение итерации. После того, как итерация заканчивается, мы на следующей перспективе, которая прошла, мы, помимо того, что обсуждая сам процесс, мы смотрим, либо спрашиваем у ответственного, который был за это совершенствование, как вообще это прошло все, получилось у него или нет. Либо если мы ввели какое-то изменение в процессе, допустим, мы ввели какую-то новую систему учета документации или новый образец документации, как разработчикам удобно с этим работать или нет. Если да, вот этот чек у нас как раз, если да, то мы решаем. Если проблема полностью устранена, то мы опять включаем ее в план, и она пошла дальше по циклу, следующую итерацию. Если проблема устранена полностью, то мы ее фиксируем в документации и используем в дальнейшем это как стандарт. Что касается документации, я, в принципе, небольшой сторонник формальных процедур, которые могут, ну, я считаю, что формальные процедуры, они только вредят на самом деле разработчикам. Разработчики люди творческие, лучше этого как бы придерживают. Мнение, что разработчики люди творческие, я слышал много разных мнений, просто от разных людей, им документация не должна мешать работать. То есть документация должна быть на том минимально необходимом уровне, который помогает им работать и не мешает им работать. Так вот, вот эти изменения в процессе, о которых я говорил, если мы их сделали, мы их зафиксировали, это стандартизация процесса, мы их зафиксировали, это прежде всего нужно для тех людей, которые приходят в команду. То есть не для тех, кто уже работает, которые эти изменения внедрили, а для тех людей, которые пришли в команду, чтобы они сразу фактически были в теме. Также важно в процессе совершенствования не вовлекать и стимулировать команду к изменениям. Каждая команда обладает тем менеджером, которого она достойна. Если команда не говорит менеджеру о том, как они хотят изменить процесс, то они получат процесс, который удобен менеджеру, неудобен команде. Соответственно, если команда проявляет активность, если команде рассказывает о том, смотрите, мы внедрили, нам стало работать удобнее и эффективнее, то люди стараются внедрять новое совершенствование, а, как известно, если у человека больше ответственности возникает за те решения, которые он принял самостоятельно. И избегать необходимо совершенствования ради совершенствования. Это так называемый путь бюрократизации, когда мы до такой степени можем усовершенствовать процесс, когда у нас не будет ни одной помехи, которая мешала бы выполнению задачи, но сам результат от этого пострадает. Но на самом деле в IT такое редко бывает. Это больше на госорганизациях. И необходимо стремиться, также в Кайдзене, необходимо стремиться к итерационным. Ну, изменять необходимо итерационно. Почему? Потому что резкие изменения любых процессов, они людей, замеченным просто, вводят в ступор. Либо начинаются конфликты между людьми, либо люди просто не принимают изменения. У нас был опыт внедрения новых командных организаций, скрама. Но, в общем, тот человек, который внедрял скрам, вот таким образом, не итерационно, он все-таки пострадал. Потому что команда не приняла просто тех изменений. Команда достаточно была большая, процессы были уже достаточно устоявшиеся, и команда просто не приняла тех изменений, взрывоопасных, так называемых, которые он пытался внедрить. То есть он разом просто пытался перевести проект с одних рельс на другие. Что хорошо в Кайдзене? Он говорит о том, что любые изменения должны быть прежде всего эволюционными, а не революционными. Так, ну, все. Подведем небольшие итоги. То, о чем мы с вами разговаривали, можно свести все инструменты, которые мы с вами проговорили, можно кратко охарактеризовать так. Он может использовать для построения команды, той команды, которая, по его мнению, будет эффективной, типология Одизиса. Это для построения сбалансированной команды, чтобы любые направления деятельности, которые могут возникнуть в процессе работы, были покрыты определенными людьми с превалирующими характеристиками их деятельности. То есть, чтобы люди занимались тем видом деятельности, которые есть, и чтобы все эти виды деятельности были покрыты для команды. Пирамида Маслоу. Менеджеру полезно знать те потребности, которые сейчас есть у человека, каждого члена его команды, потому что знание потребностей все-таки повышает продуктивность участников команды. Чем каждый участник команды продуктивнее, чем команда продуктивнее. Знание особенностей личности. Каждого человека нужно все-таки подстраиваться. Нельзя подходить ко всем с одинаковым мерилом. Каждый человек уникален, в том числе как и менеджер. И к каждому человеку нужно подходить индивидуально. Менеджер и тим лид. Две совершенно разных, два совершенно разных вида деятельности. Выполнять эти виды деятельности должны разные люди. Конфликты. Конфликты необходимы и зло. Их проще принять и научиться управлять ими, чем пытаться их избегать. И коммуникации. Коммуникации это кровеносная система процесса вообще любого. Вообще любой команды, любой организации. Если коммуникация не настроена достаточно хорошим образом, команда просто не будет работать. И внутренней мотивацией необходимо пользоваться тогда, когда необходимо решать творческие задачи. Внешняя мотивация приводит к увеличению количества выполненной работы, а не к ее качеству. То есть вам программисты напишут много кода, но будет он не очень хорошего качества. Ну и для оценивания процессов в команде можно использовать такой инструмент Toyota Production System, как Кайдзян. Все. Спасибо. Настало время вопросов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.